Комиксы мои эротические. А что тебя подтолкнуло к этому? Аннексия Крыма, митинги. В общем, тебе не скучно. Бурлеск в фильме я хочу сделать. Творчество или все-таки деньги? Такого не бывает, что ты работаешь из-за денег. Всем привет! У меня сегодня в гостях максимально творческий человек Андрей Тарусов. Иллюстратор, один из самых известных художников в стиле пинап. Андрей работал с Диснеем, с Тимом Бёртоном. Привет, Андрей! Привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Где ты родился? Что ты видел, когда ты был маленьким? Где я родился? Я родился в городе Рыбинск, Ярославской области. В 1986 году. В год Тигра. Ну, что я видел, когда был маленьким? Ничего особо не видел. В 90-е видел, всякую не очень хорошую жизнь видел. Родители были врачи, денег не очень много было. Поэтому у всех тогда. Поэтому ничего я много не видел. Единственное самое яркое воспоминание – это то, что в 95-м году, и в 94-м, по-моему, или 96-м. Меня папа два раза организовал поездку в Англию и свозил меня в Англию. Он организовал группу детей, которых свозил. И типа на то, что чуть-чуть заработал, и сам съездил и меня свозил. А в третий раз маму. И вот это было, конечно, самое крутое воспоминание из детства, так скажем. То, что я в Англии потусил два месяца. В 95-м году это было как на другую планету примерно съездить, или в будущее лет на 20. Вот так вот. Ну а с какой точки началось твое творчество? Вот какой момент можно считать началом отсчета? Началом отсчета? С того, что можно считать, когда я начал рисовать сразу с детства. Ну, как себя помню. Всегда рисовал, как родители говорят, лет с трех. И всегда я рисовал чуть-чуть лучше, чем другие. Ну, в смысле, другие там еще какие-то дети каракули рисовали. Я уже там рисовал, что за такое там танки какие-то, людишек. Ну и все, и сразу я рисовал. И постепенно, постепенно они поняли, что надо меня отдавать в художественную школу. И так дальше пошло-поехало. То есть родители не были против твоего выбора, твоего творчества? Не-не-не, конечно. Они только забыли. Только радовались. Ну, во-первых, проблем со мной никаких не было. Сижу и рисую на любой тусовке или где-то еще. Можно мне дать бумажку, карандашик и все. И я занят этим делом. Так что, мне кажется, для родителей сплошные плюсы были в этом. Что ярче всего тебе запомнилось, когда ты учился во ВГИКе? Да. Да, в ВГИКе. Ну вот, да, наверное, просто тусовки с друзьями, практики всякие. Мы ездили в Крым несколько раз на практику. В Светлогорск, в Калининградскую область тоже. Всякие просто то, что мы придумывали делать. Какие-то сами делали мультики или какие-то сами мини-фильмы снимали. Наверное, вот это. Именно такое творчество было непрекращающееся. Наверное, вот это самое большое всего запомнилось. А ты вот не устаешь от этого? Может, у тебя есть какое-то хобби? Или твоя работа и есть твое хобби? Устаю от творчества? От творчества, да. Но может, что-то новое хочется? Нет, мне нравится. Я играю на гитаре. Я вообще музыку люблю. Ну, в смысле, вот именно хобби такое, наверное. Музыка-гитара? А? Хобби музыка-гитара? Ну да, что-то такое мне. Ну, мне... Не, я вообще не устаю ни капли от творчества. Мне нравится совершенно разное. Я как раз думаю о том, что... Ну, как бы это банально сказать, что творческий человек... Как там говорят? Талантливый человек, талантливый во всем. Да, во всем, да. Но про творчество... Это, конечно, супер банальность, но на самом деле... Я не то, что про себя говорю, я скорее... В целом, если человек понимает, как искусство в широком смысле устроено, то ему легче и в другом уже ориентироваться. Вот. Поэтому я совершенно разным люблю заниматься. Что-нибудь помонтирую, помогу там кому-нибудь с друзьями, какую-нибудь там сделать графику в чем-то. и сам что-нибудь для себя поиграю на гитаре, какую-нибудь музыку попишу на компьютере и просто попишу маслом, порисую на планшете. В общем, выбор бесконечный и в этом плане... В общем, тебе не скучно. Вообще не скучно ни разу. Планируешь ли ты развиваться в режиссерском направлении? Ну... Да, я пытаюсь. Ну, то есть... То есть... Во ВГИКе у нас была, конечно, там... Мы больше про анимацию говорили и все такое, но мне всегда режиссура очень нравилась. Я очень люблю кино в целом, и всегда хотелось что-нибудь поснимать и делать свое. Я учился в Нью-Йорк Филм Акэдеми в Лос-Анджелесе на филмэйкинге. Немножко курсы такие проходил там. И очень я люблю кино и люблю что-нибудь снимать. И да, вот хочу... Сейчас делаю документальный фильм про Бурлеск, который, надеюсь, выйдет. И вообще, в целом, мне, конечно, нравится очень все. Ну, ты сказал, что ты планируешь документальный фильм про Бурлеск. А что тебя подтолкнуло к этому? Подтолкнуло то, что... То, что я стал тусоваться в обществе Бурлеск, в тусовке, так скажем. То, что я стал общаться с девушками, танцовщицами. То, что я стал ходить на Бурлеск-шоу. То, что я познакомился с ними, со всеми в России, кто делает Бурлеск, и кто очень крутые. Мне это все очень понравилось. И я увидел, что это какая-то необычная субкультура, так скажем, что она очень сильно контрастирует по отношению к нашей действительности, серой, обыденности, так скажем, московской жизни, унылой и грустной. А там все яркое, блестящее. Мне всегда это с детства нравилось. Всякое такое суперяркое, блестящее. И, конечно, меня это захватило. С первого взгляда, можно сказать. И с тех пор я такой, вот, типа, надо с ними поплотнее познакомиться. А потом уже, когда познакомился, такой, так надо это как-то популяризировать. И вообще люди не знают. Я это делаю исключительно из таких побуждений, что хочу, чтобы больше народу узнало. Рассказать людям об этом. Да, люди должны знать. Ну, просто многие путают как раз это со стриптизом. А это как бы разные вещи. Да, конечно, совершенно разные. Бурлеск – это про красоту именно, про творчество, про то, что они создают во время представления какую-то свою там вселенную. А стриптиз – это просто раздеться женщине перед мужиками. И, ну, конечно, там это тоже может быть красиво и все такое, но это все-таки главная цель раздеться и возбудить, в отличие от Бурлеска, где главная цель – показать именно, какая ты крутая, творчество свое. И как ты танцуешь, и там они не раздеваются до конца. И это часто очень с юмором сочетается. И это все не для мужчин, а вообще женщин больше на Бурлеск представлениях. Трудно было принять решение уехать из России в Америку? Нет, нетрудно, потому что у меня жена тогда поступила в институт американский в Лос-Анджелесе, и она очень хотела, шла к этой цели. А я такой, ну, клево, в Америке пожить в Лос-Анджелесе – здорово. Тем более была тогда политическая ситуация в стране очень напряженная в 2015 году, в 2014-2015 году. И были вот эти все… Ну, короче, аннексия Крыма, мейтинги, очень была какая-то война вот эта на Украине, какая-то была очень напряженная обстановка, было непонятно, что дальше. Потом это как-то все разрядилось постепенно и утихло, и как-то какое-то в русло постепенно вошло опять до недавних пор. Но тогда это было прям напряжение максимальное, и решение уехать вообще было совершенно, мне кажется, логичным. У нас уехали очень много друзей тогда в разные страны. Прямо уезжали все. В Москве почти никого не осталось. Из близких друзей мы почти последние уезжали. И такие, ну, все, тут делать нечего. Так что решение было нетрудно принять такое. В чем различие американских женщин от русских женщин? В целом культура американцев другая, чем у русских. Это главное отличие. То есть так же, как и мужчины отличаются русские от американских, так же и женщины отличаются. Но если так, как бы я не хочу обобщать. Есть женщины разные в России. Есть в России как очень патриархальные там женщины, например, так, которые там все в шубах, с красной помадой, с грудью силикона и все такое. Такие все из себя ходят по Москве, мы видим много. А есть суперфеминистки, которые не приемлют ничего такого. Вот, там даже макияж и прочее. И такие есть и там, и тоже. Просто по-разному как больше на виду каких. В Москве в центре больше на виду вот таких там, так скажем, патриархального склада. В Америке тоже в разных районах по-разному, но в целом там очень много... Ну, вот так вот по улице ты пойдешь и увидишь, что они часто меньше парятся по поводу одежды. Я про Лос-Анджелес говорю. Опять же, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке совершенно разного. В Лос-Анджелесе вообще никто не парится по поводу одежды. Все ходят в угах или в сланцах, лосинах и какой-нибудь худи или футболке или майке с пучком, не накрашенной, с ковриком для йоги. Вот это униформа Лос-Анджелеса. Ну, это если очень обобщать. В общем, они не парятся. Они не парятся, да. У них, конечно, меньше вот этого, то, что от них кто-то ждет, что они будут там накрашены или как-то выглядят. В России ощущается это прямо, что женщины не могут себе часто психологически позволить пойти там не накрашенной куда-то или еще что-то. А почему ты думаешь, что так происходит? Из-за патриархального уклада, я думаю. Потому что там все-таки меньше этого, там больше феминизм пронизывает, так скажем, все. Ну, как бы там раньше это началось. Все, и поэтому они как бы спокойны. Ну, они могут и накрашивать. Там есть женщины, которые очень хорошо выглядят и хорошо, следят за собой. Я не говорю, что они там все не следят за собой или еще какие-то. Просто они расслабленнее. А в Москве, например, в провинции вообще все по-другому, например, обстоят. Они, женщины там сконцентрированы по поводу того, чтобы там приготовить еду, там, не знаю, детей забрать из садика или еще что-то. Можешь ты выделить из своих проектов самый сильный для тебя? Из своих проектов самый сильный? Ух, ну, у меня разные были. Я три проекта выделяю. Самые мне больше всего нравятся. Это первый мой проект на краудфандинговый, на бумстартере сочинский календарь к Олимпийским играм. Потому что он получил дикую популярность. И это был мой как бы старт всей карьеры, можно сказать, такой мощный. Именно такой успешный. И он сам нарисован клево, стильно получился. И до сих пор мне нравится, как это все сделано. Хотя Артемий Лебедев его раскритикал, но ничего. Потом кинки-карты мне нравятся, как получились. Потому что именно тоже по стильности и то, что они собрали больше всего денег, тоже уже на кикстартере, на американском варианте. Это было очень круто. И комиксы мои эротические, наверное, мне понравились тоже на кикстартере. Они собрали меньше, но просто как сама книжка вышла, я, наверное, больше всего рад. Потому что по качеству печати, по всему, как мы сделали, вообще все, не придерешься. Ну и сам комикс, конечно, крутое, ничего не скажешь. Почему из всех художественных направлений все свелось к пинаповскому искусству? Потому что мне нравились всегда женщины и нравится, как пинап выглядит. И когда я увидел первый раз еще в школе книжку большую с пинапом, я увидел, как они круто все написаны маслом. Тогда еще, ну, в смысле, эта книжка была про старинных художников в 50-х годах. И тогда писали маслом пинап. И я увидел, как они круто написаны, что это всегда женщины красивые, что это всегда очень сочно, ярко, еще и с юмором. В общем, собственно, то, что мне в Бурлеске нравится, то же самое и в этом плане. Вот, и это все мне очень понравилось. И я понял, что вот все, это сочетание того всего, что мне очень нравится. Поэтому как-то я стал в нем тоже. А откуда ты черпаешь вдохновение? От всего, из всего совершенно. Книги, комиксы, фильмы. Из кино, наверное, больше всего. Музыка, что угодно может быть. Я просто люблю поглощать какую-то информацию, не переставая. Там, YouTube, интервью, подкасты смотрю все время. И я как бы как губка впитываю все вот эти штуки. И как-то у меня так, как в котле это все варится. И вдохновение оттуда черпаю. Я потом как черпачком черпаю, и получается что-то из этого, наверное. Ты когда-нибудь сталкивался с плагиатом? С плагиатом, да, конечно, сталкивался. Ну, я сталкивался со всеми проявлениями. Чаще всего мои картинки просто в интернете. Там кто-нибудь что-нибудь подписывает, там, для рекламы используют. Я сталкивался с тем, что на футболках там печатают в Китае, пишут Дольче и Габбана сверху, и на моих картинок очень смешно. И эти обычно мне кто-то присылает, и я это себе сохраняю когда-нибудь в папочку. Я обычно забиваю, потому что... Ну, в смысле... То есть ты никак не реагируешь на это? Не-не-не, я так сам веселюсь для себя. Вот, и... И все, сохраняю это, и... А так очень, да, многое, даже вплоть до того, что там где-то вывески делали в Москве, и какие-то картонные фигуры делали из мной нарисованных женщин. Ставили, там, типа, обрисовывали как-то по-другому, цвета меняли, ставили где-то, вот. Но так, чтобы другие художники перерисовали, говорили, что это мое, такого, по-моему, не особо припомню, потому что... Ну, у меня стиль, мне кажется, такой, многие его узнают сразу. Даже просто я картинку рисую, где-нибудь ее печатают без подписи, и мне начинают присылать люди, потому что узнают по стилю. Хотя я нигде не говорил, что это я. Вот, но, да, так что среди других художников не особо я сталкивался, но всякие для рекламы очень часто у меня что-нибудь бороют. Творчество совместимо с бизнесом. Да, конечно, творчество очень совместимо с бизнесом. Я считаю, что это самое хорошее как раз творчество, и получается, когда за него деньги получают человек, который его делает. Потому что когда ты рисуешь, ничего не... Ну, там, рисуешь или что-то делаешь, что угодно, и ничего не получаешь за это, у тебя постепенно угасает желание творить, так скажем, а когда тебе подкрепляются, это материально, то, конечно, ты расцветаешь, еще хочешь больше делать такого. Вот. Ты имеешь в виду, наверное, то, что когда деньги появляются, уже когда коммерция появляется, то исчезает какая-то типа искренность или еще что-то. Ну, даже дело... Ну, можно и так сказать, что человек в этот момент уже становится не человеком, а брендом. Он просто бренд. Ну, я ничего не вижу плохого в этом, в том, что человек — это бренд. То, что на творчество влияет монетизация жесткая какая-то. Ну, я думаю, плохо, когда есть выгорание, например, что человек очень что-то делает, ему платят. Вот. У меня это было несколько раз. Платят, платят, ты делаешь, делаешь на заказ какие-то штуки и постепенно понимаешь, что все, ты уже делаешь это без какого-либо удовольствия, просто как ремесло, как такой станок или робот. Вот. Конечно, лучше брать просто паузы, передышку какую-то и поделать то, что тебе самому нравится, и это быстро опять начинается нормально все получаться. Проходит это чувство, что ты делаешь как станок печатный. Ну, отдыхаешь и снова начинаешь. Ну, да, нужно как-то перезагрузиться, отдохнуть. Вот. Может быть, не брать заказов временно. Но, конечно, это, да, это сказывается, когда заказов слишком много, когда ты хочешь получить больше и больше денег, то, конечно, постепенно это не очень хорошо на творчестве сказывается. Но не глобально. Глобально, я думаю, что это неплохо. Как ты считаешь, деньги стимулируют? Да, конечно. Я про это только что и говорил. Ну, в смысле, что да, деньги, когда получаешь за творчество, как раз оно и получается классно все. А что, первое творчество или все-таки деньги, заработок? Я считаю, что нужно делать исключительно то, что тебе самому нравится, тогда тебе придут деньги за это. Если ты делаешь что-то ради денег, то деньги не придут. Нужно делать то, от чего ты кайфуешь искренне. Вот ты можешь сразу этого не понять, ты можешь делать разные штуки, но вот когда ты начнешь делать то, от чего ты действительно больше всего будешь кайфовать, вот прям тебе самое удовольствие дикое будет доставлять. Вот там и зарыта, так скажем, собака. Ну, вот там тогда и деньги придут, и все будет хорошо. Вот, если ты будешь думать, так, а за что мне быстрее заплатят там или еще что-то, то это все фейл. То есть, если ты будешь работать только из-за денег, то ты их и не заработаешь. Тебя должна вдохновлять и нравиться эта работа. Ну, конечно, да. Но в творчестве редко кто-то начинает работать сразу только из-за денег. Во-первых, ну, не начинают творческому человеку платить сразу денег до того, как он что-то еще начал делать. Обычно начинают что-то делать сами. Это на обычную работу. Ты можешь прийти, устроиться, работать там из-за денег, и тебе не нравится. Но это не творчество. Это просто работа. А в творчестве такого не бывает, что ты работаешь из-за денег. Может быть, что ты продолжаешь, типа, потому что тебе платят за это хорошо, а сам ты уже немножко не хочешь этим заниматься. Да, выдохался уже. Да, но это уже такая дилемма. Ты либо будешь продолжать и постепенно угаснешь, и станет еще хуже у тебя. Ну, это такая плавная деградация, так скажем. Либо ты как-то резко перезагрузишь все и скажешь, нет, все, я делаю совершенно другое. Можете мне за это платить, можете не платить, как хотите. Либо ты пытаешься как-то плавно перейти во что-то другое, не потеряв, так скажем. Вот я сейчас, например, пытаюсь больше начать писать маслом. Я последние лет 15 рисую на компьютере, ну, на iPad или еще как-то, цифровое, в общем. И там у меня деньги хорошие есть. У меня заказы и все такое. Все, с этим нет никаких проблем. Проекты всякие собственные. Но мне это поднадоело. Я хочу больше писать маслом, хочу больше настоящей картины, настоящей искусства. Вот. Но я понимаю, что если я резко перестану делать это, цифровое творчество свое, и скажу, все, я теперь пишу холсты маслом, маслом на холстах, мне никто за это ничего не заплатит, и через пару месяцев я останусь без денег и с холстами. Вот. Это не очень для меня ситуация, поэтому я пытаюсь плавно переходить. Я как бы и холсты начал потихоньку писать, но и то не бросаю. То есть там и тут. Да, просто постепенно, когда мои холсты начнут пользоваться каким-то спросом, возможно, я постепенно буду уменьшать цифровое творчество. Вот. Такой мой план. Андрей, за что ты так сильно любишь женщин? А за что их не любить? И правда, мы же такие хорошие. Ну да, наверное, потому что я гетеросексуал. Потому что мне противоположный пол нравится очень сильно. Вот. Все в нем, как выглядит, и как сами по себе, что говорят. И вообще, не знаю, нравится рисовать. Не знаю, я могу сказать, я не могу так вот сразу придумать, почему я люблю женщин. Ну, я мужчин, хуже мне получается рисовать. И как-то я, когда мужчин рисую, нет какой-то такого внутренней искры, так скажем. А когда женщин рисую, я всегда рад. Всегда приятно всякие эти изгибы рисовать. Потому что, наверное, ну, женщин вообще в искусстве всегда такой, чуть ли не основной лейтмотив всего художественного, особенно, творчества. Так что все художники, женщины любили рисовать и изображать. И я не исключение. Расскажи о своих ощущениях при сотрудничестве с крупными корпорациями, например, как Дисней. Ну, я очень был рад, когда они позвонили, они написали. Я такой, о, что мне пишут из Диснея. И также 20-й век Фокс мне написал. И вообще, обычно это всегда письмо вначале на почту. И ты такой, не веришь. Они обычно просят сразу созвониться. Ну, потому что в Америке дело было. Типа, давай созвонимся, поговорим. По телефону они объясняют обычно задачу какую-то. И говорят, что хотят тебя нанять. И я такой, ну, супер. Я только за. Я готов заработать бесплатно. Лишь бы меня указали там где-то. Ну, то есть не то, что указали. Просто, чтобы поработать с Диснем. Ну, конечно, я не работал никогда бесплатно. Всегда за деньги. Потому что, что бы денег с них не взять. Денег у них есть. Нормально так. Вот, но, в общем, это клево. Это чувство, то, что ты востребован. То, что твое творчество кому-то нужно еще, кроме фанатов. Или там, кроме, не знаю, твоих близких. Как ты считаешь, в чем твой секрет, что ты востребован? В чем секрет, что ты востребован? Наверное, в том, что я очень много работаю. Прям много. Ну, в плане, я, потому что все время что-то делаю, что-то пытаюсь придумать, что-то придумываю и делаю, и довожу до конца. Ну, в общем, не сидишь на месте. Ну, это если в двух словах. А если более развернуто, то я мыслю какими-то проектами. И я такой думаю, вот надо, думаю, вот это было бы мне хорошо, если бы я сделал это. И начинаю постепенно думать, как я это сделаю, какую-то концепцию прорабатываю. Это может быть от какой-нибудь серии картинок, из трех картинок, просто для Инстаграма, например, до какого-то там фильма про бурлеск документального. Просто я загораюсь идеей вначале, потом я начинаю думать, как это все воплотить в техническом плане, а потом уже я это все уже творчески как-то создаю. И обязательно важный ингредиент довести дело до конца. То есть я никогда проекты никакие не бросаю. То есть я даже если что-то бросил, у меня все равно такой, надо закончить, надо закончить, надо закончить. У меня есть несколько прошлых проектов, но этот можно по пальцам пересчитать. Чаще всего было, потому что там какая-нибудь мультик я там бросил один, потому что команда большая людей, и я там, ну короче, аниматоры, там куча всего. И, в общем, уже не совсем до этого перегорел. Но это, можно сказать, один проект из всех. А все остальное я пытаюсь доводить до конца. И мне кажется, это важное свойство, потому что многие очень творческие люди. У меня есть миллиард знакомых, которые загораются, что-то делают, но не доводят до конца. И вообще не так много людей, которые что-то доводят до конца. И вот, мне кажется, они чаще всего какой-то успех приобретают, потому что все равно важно видеть финальный проект. То есть ты не будешь показывать что-то недоделанное. Если, считай, недоделал, то и не делал. Ну, может, просто многие хотят все и сразу, не получают, забросают. Да, ну да, важно понять, что все сразу не бывает. Что чтобы что-то получилось, надо вот это, пройдет долго, ну, много времени, надо что-то долго делать, надо сидеть упорно этим заниматься, закончить. И тогда еще пройдет после этого какое-то время, и тогда уже что-то будет. А может и не быть. Тогда надо другой проект делать, после которого может быть что-то. А может тоже и не быть. А на третий делать. После него что-то можно. И вот, скорее всего, на третий проект, или на четвертый, или на пятый уже что-то будет. А когда будет уже какое-то подкрепление, то и потом тебе будет, во-первых, легче, у тебя уже будет прецедент успеха, а во-вторых, уже люди будут знать, что ты, во-первых, наделываешь вещи, получаются какие-то проекты, у тебя есть уже один успешный, в тебя уже больше будут верить, и все, и у тебя будет лучше получаться. И дальше все как по накатанной. И потом ты вырабатываешь какую-то формулу, собственно, это как я про свои рассказываю, ты вырабатываешь какую-то формулу, по которой пытаешься делать эти проекты. Потом эту формулу можно чуть-чуть оптимизировать, чтобы делать это с меньшими затратами, любыми, от материальных до каких-то умственных. Вот. И вот так вот и начинаешь, придумываешь, как монетизировать свою идею, опять же. Опять же, для этого нужны какие-то прецеденты успешные. Ты не можешь так просто придумать, как что-то монетизировать, ну, просто на пустом месте. Тебе надо что-то сделать, несколько раз попытаться получить из этого денег. И ты такой, вот, вот этот путь хороший, надо по нему идти. Ну, вот в моем представлении как-то так. На каких платформах можно активно за тобой наблюдать? Активно за мной наблюдать можно где угодно. Можно в Инстаграме активно за мной наблюдать. Это самая, наверное, основная моя платформа, потому что, ну, во-первых, я туда выкладываю свеженько, во-вторых, там сторис можно посмотреть. Вот. Потом у меня есть YouTube-канал, где я иногда какие-то делаю тоже видосики. Хочу вот, так сказать, где-то в ближайшее время запустить свой подкастик, тоже будет там на YouTube-чике. Со всякими творческими людьми говорить буду. Вот. И там еще я свой путь художника, так скажем, обозреваю, потому что я пытаюсь вот начать писать маслом, пойти в какое-то современное искусство. и я там отчеты такие выкладываю про мой вот этот путь, так скажем. Вот. Ну, это так, чисто для себя. Это кому совсем интересно про какие-то мои творческие штуки. А вот почему ты решил писать маслом? Что-то новое захотелось? Ну, потому что я умею писать маслом хорошо, потому что я учился, считай, 10 лет писать маслом. Сначала 4 года в училище, потому что 6 лет в институте. Вот. Мне это нравится, потому что картина маслом – это совершенно что-то другое, это не что-то цифровое. Это можно посмотреть, пощупать, это можно выставить, и это можно продать за большие деньги. Вот. Все-таки деньги – это стимул. Ну, стимул, да. Но нет, я когда сейчас про это не думаю, потому что я сам, можно сказать, я писал много лет до этого, но это были такие, как бы, совсем такие студенческие, можно сказать, работы. А то, что сейчас я, это уже больше такое творчество, как вот в моей концепции проект, ну, как проект такой. Вот я хочу пописать маслом, сделать там серию картин. Вот. Что-то получится, сделать выставку. Потому что если купят что-то, отлично будет стимул. Я такой, если купят за много денег, я все брошу и скажу, все, ничего, не буду больше цифровое рисовать, буду маслом писать, пока не надоест. Вот. А если ничего не купят, я такой, ладно, хорошо, выставку сделаю, хорошо. Кто попробовал? Ну, не то, что попробовал, я пробовал так делать, вот. Просто, скорее, это как, тоже одна из хобби, часть хобби сейчас, вот. Просто я попытаюсь это хобби перерасти в основное, вот. Если получится, будет супер. Если не получится, ничего страшного, буду так же зарабатывать, как до этого зарабатывать. Вот это я, собственно, про это и был, мой YouTube сейчас будет говорить про мой этот переход. Ну, я тебе желаю, чтобы получилось. Спасибо большое. Ну, во-первых, есть сайт мой, есть Patreon, или Patreon, как в Америке называют. Это где можно за донат, какой-то за денежку, подписаться, делать, и следить за творческому художнику. Я там выкладываю эксклюзивные всякие комиксы эротического содержания, вот. Вот, и там очень много у меня тоже фанатов, и там совсем свой мир, и очень-очень людям нравится. Это я как бы не то, что рекламирую, это реально так. Людям реально нравится то, что я там делаю. Вот, и мне нравится тоже, людей радует. Вот, так что можно там еще. Но там за денежки. А с кем бы ты мечтал поработать в сотрудничестве? Ну, с компаниями какими-нибудь, наверное, я бы хотел поработать, которыми я восхищаюсь. Типа, ну, с Playboy я как-то работал, но можно было бы еще поработать, потому что я мало с всем с ними поработал, чисто там для их Инстаграма рисовал. С какими-нибудь лабутенами бы я бы поработал, потому что это, мне кажется, мой стилек. С каким-нибудь агентом-провокатором или что-нибудь такое. Ну, бельем, вот. С какими-нибудь секс-игрушками, мне кажется, я бы мог посотрудничать хорошо, с удовольствием. А из личностей всяких тоже, мне кажется, куча интересных людей, которые мне нравятся. Вот, я бы поработал, ну, с режиссерами там, с какими-нибудь, с музыкантами, с удовольствием. В общем, масса людей, всех перечислять время не хватит, но, в общем, я открыт к сотрудничеству. Обычно мне, обычно, в общем, если мне что-то нравится, что человек делает, то я только за. Расскажи о своих планах в ближайшее время. Планах, ну, вот, бурлест-фильм я хочу сделать. Я книжку сейчас печатаю, свой второй арт-бук. У меня была красная книжка несколько лет назад, сейчас я делаю черную книжку, более такую эротическую тематику. Она будет, выйдет везде тоже. Надеюсь, появится в магазинах. Вот. Но это большая работа, и много сил требует. Вот. Так что, это я сделаю. Потом, что еще? Ну, и следующий, наверное, мой проект большой. Я буду делать комикс, такой в стиле пин-ап. Я тоже давно его рисую. Просто комикс. Он не эротический, а обычный. Пин-апокалипсис называется. Про апокалипсис в жанре пин-ап, так скажем. Ну, про... Ну, да, такой веселый для 13 плюс аудитории. 13 плюс? Ну, да. Не эротический, Поняла. Вот, такой чисто приключенческий. Вот. Ну, может, 16 плюс, не знаю. Посмотрим. Андрей, я знаю, что у тебя есть подарок. Да. Какой? Я принес свои карты, кинки-карты с подписью. В общем, мы подумали, что я подарю, мы подарим их тому человеку, который напишет в комментариях, на какую тему, на какую, да, тему я бы мог нарисовать очередную серию картинок. Там, типа, пин-ап, не знаю, какой-нибудь. Я вот рисовал уже и с динозаврами, и на русскую тему, и с чего только не рисовал. Вот, что-нибудь, кто придумает что-нибудь супероригинальное, я выберу, понравится, тот получится колоду карт моих с девушками красивыми. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо, что позвала, очень приятно. поговорить. Тебе успехов. Спасибо, спасибо.